Состояние российского оппозиционного политика Алексея Навального все еще остается тяжелым. Об этом говорится в официальном заявлении немецкой клиники «Шарити», где он находится под наблюдением врачей. Медики отмечают, что у пациента продолжается снижение симптомов отравления ингибиторами холиностеразы. Однако Навальный все еще находится в реанимации, она подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В заявлении также говорится, что последствия тяжелого отравления могут быть долгосрочными. Врачи клиники «Шарити» привлекли к исследованиям специальную лабораторию Бундесвера. Специалисты в области боевых отравляющих веществ провели тесты и обнародовали заключение, Алексей Навальный подвергся воздействию нервно-паралитического яда из группы «Новичок». Власти Германии намерены донести результаты лабораторных исследований до своих партнеров по ЕС и НАТО. Канцлер Ангела Меркель сделала соответствующее заявление. Очевидно, что один из ведущих оппозиционных политиков России был отравлен. Для меня важно осветить нашу позицию. Алексей Навальный стал жертвой отравления боевым нервно-паралитическим веществом группы «Новичок». В его пробах без сомнения были найдены остатки этого вещества. Стало очевидно, что Навальный стал жертвой преступления. «Кто-то пытался заткнуть ему рот, и от имени всего правительства Германии я выступаю с осуждением того, что произошло», — цитирует Ангелу Меркель, телеграм-канал «Знак». Российские власти уже выразили свое недоумение по поводу заявления немецкого канцлера. Сейчас 20-30 московского времени, на этот момент российская сторона не получила ни одного материала по данному вопросу, ни по ранее направленным вопросам, сформулированным Генпрокуратурой, ни по ранее направленным письмам российских медиков, ни по тем заявлениям, которые были сделаны немецкой стороной сегодня. Ноль. Ничего, кроме опять же политических деклараций. Ничего нет. Отвечать ни на что, подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире канала «Россия-24». Напомним, что Алексей Навальный находится в коме с 20 августа. Сначала его пытались спасти российские врачи в клинике города Омска, а спустя двое суток родные настояли на транспортировке политика в Берлин. Соратники Навального с первого дня озвучивали версию его возможного отравления. Однако российские медики сообщали, что в организме оппозиционера не выявлено никаких отравляющих веществ. И только медики из берлинской клиники «Шарити» обнаружили следы вещества из группы ингибиторов холеностеразы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова